Ас-саляту ас-саляму аля Расуллилла. Ас-саляму алейкум ва рахматуллах и ва баракату. Дорогие наши ученики, обращаемся ко всем, которые любят Академию Медина, Машалла, и приветствуем нашего гостя Асхат Хазрата. Асхат Хазрат нас сильно напугал, несколько дней его не было, улетал, вот кто-то его перехватил с нашего эфира, но во всем благо, пусть отсутствие Хазрата в эти дни будет, иншалла, мотивацией для наших студентов, чтобы они чаще с нами были, иншалла, меньше пропускали. Асхат Хазрат, как у вас расписание на завтра, послезавтра, вы с нами? Иншалла, давайте будем мы на этом, я думаю, да, завтра, послезавтра, начало будем, начало, но какое-то число там тоже намечается, да? Да, я вам скажу, завтра, послезавтра, иншалла, все, все. Но, иншалла, если в какие-то дни Хазрата не будет, мы постараемся сделать все, чтобы вас об этом оповестить, иншаллах. Но, в основном, иншаллах, в этот Рамадан Хазрат с нами. Тафаддалю Хазрат, начнем, иншалла. Абхазад, начнем, иншаллах. Абхазад, начнем, иншаллах. для прощения. Пророк Мухаммад больше просил в этот месяц, «О Аллах, ты прощаешься, любишь прощать и прости же меня». Поэтому это было больше всего дуа посланника Аллаха в месяц Рамадан. Слышно, да? Да, Хазрат, я вас хорошо слышу, все нормально. Как будто отключается, мне кажется, временами. И «Аль-Афу» – это «Все прошло Аллаха и требуем, инща Аллах, от него и хотим, желаем, вымаливаем прощения Всевышнего Аллаха. Поэтому месяц Рамадан – месяц прощения, месяц, когда Аллах прощает грехи, как некая такую перезагрузку идет на остальные все дни, как бы площадка, от которого он отталкивает и дальше живет в этой жизни. Поклоняясь Всевышнему Аллаху и надеясь на прощение Аллаха. И сегодня мы хотели бы затронуть тему аят из Кур'ана, где Всевышний Субхану Аллах говорит «Ва-эн-та-а-фу, ва-тас-фа-ху, ва-тагферу, ва-эн-аллах гафур». Размышляет над этим аятом, где Всевышний Субхану Аллах говорит «Если вы простите, помиритесь, простите, то поистине Аллах прощающий, милосердный». Также есть похожий аят «Тали-а-фу, ва-ль-яс-фа-ху, аля-тухибу, на-ан-ми-агфираллаху лаку». Пусть они прощают друг друга и меряются, пожимают руки. Неужто вы не хотите, чтобы Аллах Субхану Аллах просил вас. Есть такого рода аята Субхану Аллах, где говорит «Делайте так, не хотите ли бы, чтобы вам Аллах Субхану Аллах так отнесся». Или если вы будете так, как Аллах Субхану Аллах так вам делает, это называется то, что ты сделаешь, то ты получишь от Аллах Субхану Аллах. Например, в Аллах Субхану Аллах есть качество «Ар-рахман, ар-рахим», милости, милосердные. И прав Мухаммад сказал «Ар-рахимун, яр-хамухум, ар-рахман», «К милости ему будет милосердный». То, кто не проявляет милость, Аллах Субхану Аллах не проявит к нему милость. Такого же рода аят «Прощайте, не хотите ли вы, чтобы Аллах Субхану Аллах просил». Поэтому, чтобы в этой жизни жить в почёте, чтобы в этой жизни жить в почёте, а не в унижении, как думают некоторые люди, чтобы Рок Мухаммаду Субхану Аллаху Ази побудил, чтобы так же люди прощали друг друга. И на сегодняшний день, когда живёшь живёшь в реалии в этой жизни, видишь, что бывает там, человек напоминает о ошибке своего брата, которые были сделаны ещё 10-15-20 лет назад. И ты здесь, к Субхану Аллаху, удивляешься, почему человек не может простить Рок Мухаммаду Аллаху Субхану Аллаху Субхану Аллаху? Я много имана вас дополнительно не считаю, сказал, много дополнительных садака не даю, не пощусь дополнительные посты. Но, однако, когда засыпаю в моём сердце, нету зависти по отношению к кому-то, или ревности, или злобости, или там зло не на кого-нибудь. То есть, поэтому он прощал, и Аллах Субхану Аллах Субхану Аллах побуждает нас. Поэтому, когда человек просит Аллах, субхан томата, дуа, и говорит Аллахумархаммия рахмара, О Аллах, милость, при bible ко мне give you your vya miloest, и видишь, что милости приходят, значит, у этого человека он сам мне милость под отношение к людям, прояви ты милость под отношение к людям, Аллаху, субхан томата, в отношении Кваранти, Аллаху, субхан томата, получишь милость, субхан томата, и как сказал want rock M ta'ala, ma zadu allahu abdan, y'la izzяв, ma zadu allahu abdan, y'la izzяв. Поистине, Аллах, если человек прощает, умеет прощать, то этому человеку Аллах только его почитает, возвеличивает. А у нас же как наоборот думают. Если человек, например, просить не может, если прощает, значит слабый. Если что-то такое там. Нет, наоборот, сильный человек, который может простить своего брата ради Аллаху. Также дальше в продолжении хадита, если человек дает садака, то тем самым от его мужества только увеличивается. Когда только дал, увидишь, что приход идет больше с другой стороны. Часто так бывает. И кто, кто ради Аллаха делает скромность, проявляет скромность, то этого Аллах увеличивает. Поэтому Аллах, Субхану Ва Тааля, То, кто хочет из нас, вот сейчас в эти дни обращаясь к самому себе и ко всем нару. Кто из нас хочет, чтобы Аллах нас простил сейчас в эти дни, в эти ночи, спас нас от наказания ада, ввел на список с тех, которые освободились от Нар, то мы должны прощать людей. То мы должны прощать людей, ради Аллаха, Субхану Ва Тааля. Поэтому, то, кто хочет, человека и у человека будет много-много благих дел и тогда у него спросит аллах что ты сделал с чем ты пришел ко мне и спросит также ангел с чем ты пришел на что у меня ничего нету то есть но аллах это зафиксирован как огромные великие дела ничего нету кроме того как я должнику то есть должны который не мог вернуть долг если я ему прощал то есть я смог ему простить то есть опять же тут мы должны быть бдительным это не значит что у тебя если ты дал кому-то долг и ты как бы и это для тебя ценно и это может быть твою состояние так далее а у того человеке есть возможность вернуть и ты проще нет иметь ввиду что-то ты дал и человеку ты видишь как он нуждается тяжело ему вернуть но ты от этого не там не обеднеешь так далее то если прощаешь это хорошо я прощал должнику и также давал отсрочки должнику то есть даже если тебе должен был деньги ты привод завтра он тебе должен ты ему давал отсрочки отсрочка ради аллаха терпел и аллах ответит поистине я и ангелы скажут я говорит если ты прощал раба ты давал ему строчки то я больше на это имею право чтобы прощать его и ввожу его в рай и этот человек прощает это прощает аллах посмотрите какая милость от свечи аллах поэтому аллах в куране говорит другом айте если вы прощаете то это ближе к боязнице то есть у человека выбор простить или оставить на судный день но если вы простите то это ближе к боязнице один раз когда я заговорил на тему прощения т.е. прощать и сказал такие слова то что только то не может простить в нем и слабость то есть сильный человек который может простить и это опять же свой знает и одна одиса нам у человеку не понравился у меня написал там 100 грамм почему так пишите то есть разные ситуации которые почему он слабый сразу которую не прощает и ситуация которые вы не пишите так громко не заверяете потому что есть такие ситуации которые там тяжело простить и так далее вы же не знаете всех я говорю не говорю я как в общем да есть ситуации где было тяжело пропагну пробам зала валийся простил мы просто не хотел видеть с этими людьми тоже вашей который убил дядю пророка мухаммад салла варим салям когда пришел в мекку будучи мусульманом послакала за простил вот я не хочу увидеть то есть я мы говорим о общем понимании прощения то есть человек если есть вопросы ты его человек не знаю он на него не так смотрел тот на него годами злиться и не прощает или еще что почему он там там я где-то не так на меня посмотрел что это где нажим с мужества где наши силы я вот об этих вещах имею ввиду то есть поэтому если мы с вами братья хотим чтобы ласкан нас простил то мы тоже должны уметь прощать других то мы тоже должны уметь прощать других поэтому если также человек хочет выйти на уровень такого богобоязни он должен быть прощать если вы хотите приблизиться к богобоязни то должны вы прощать поэтому в этой жизни кем лури на меня дошал то есть в этой жизни сколько притеснений мы видели от людей многие видели поэтому в этом случае я жюзли антар можно тебе вернуть то что тебе притеснили то есть дать некую ответку так далее в алякин даже можно дуа делать против того кто тебя сделал зульм кто тебя притеснил против него можно до делать дуа но однако самые высшие критерии из этого то есть сделать против него дуа или ответить так далее но самое высшее положение перед аллахом в этой ситуации если вы простите то это ближе к богобоязнице то есть великое благо если человек может у него есть силы у него есть возможность прощать того кто притеснил если мы с вами научимся прощать тех именно которым можем ответить и который нас против сильно мы сможем ответить им но в этот момент прощаем то что это великий подарок человек от аллаху субханаху ва те аля поэтому посмотрите хадис где судно-день придут два человека перед аллахом субханатра станут пройдут два человека я те раджу ли они у и между ними есть какие-то вопросы нерушенные в дуне и тогда давайте с вами подумать это из одной как бы сур картинок судного дня феякуля хадилмайя рабби худли хаби хаккин мина ваккань кады ахада мин хасанат хатта смотрите когда этот хадис перечитываешь мурашки потел дрожь всегда проходит его можно постоянно постоянно поминать он не притеснил я сейчас хочу забрать вернуть его свой хак то есть он может быть что-то забрал не вернул ему или словесно или что-то обидел еще что у него не было возможности забрать это дуне сейчас судный день я хочу забрать у меня есть право на это и тогда судно-день знаете нету благих деяний нету динаров нету дирхамов нету долларов кроме как благие деяний деяний и плохие деяния и тогда аллах субханава та аля скажет ему возьми у него то есть возьми у него благие дела верни свой хак худмин хасанат он заберет хасанат благие дела у того человека уже не останется ни одного благого дела то есть все дел деяние заберет который тот дел совершил все хасанат все благие золото там вот он еще не отплатился не расплатился за мне все верну тогда аллах сказал да возьми свои грехи и лузер и положить на его спину то есть пускай будет тяжести то есть скинь свои грехи отдай представляете уже если у человека нету в одни одного благого дела все забрали только вы и свои грехи остались еще чужие грехи на него то есть и так он же погублен и в этот момент аллах субханава та аля откроет дверь в рай занавес этот человек увидит рай фехол лула азжа у жалли лима злун унзур или джанна тогда лошадь скажет это человек который притесняли который уже оплатился уже вернули все расплатили с ним отдал ему свои грехи забрал от него благие зла у жены забитать рай и аллах субханава посмотри на этот рай фанавара файда фия усур увидит какие там дворцы как приятный запах рая какие там строение реки сады и тогда это человек скажет я корр лаптин крем тогда же в этот судный день скажет этот пропалах субханин на и когда увидит это благое я робби и и на пинга и и сады кинга да и и шаги с удивлением скажу о аллах этот рай для какого пророка какому пророку принадлежит рай какому праведнику принадлежит рай праздивом какому шахида принадлежит рай на что субханава скажет то есть то есть почему такой вопрос великая великая благодать такое великое блаженство то есть это необычную человеку принадлежит какому пророку какому шахида какому праведнику на что скажет это тому кто сможет отдать заплатить за это рай у него есть цена кто сможет за это расплатиться нету столько денег нету столько чтобы можно было дать чтобы попасть в этот рай не существует то есть это только какому-то пророку наверно посланник на что он скажет у тебя есть за это цена ты можешь заплатить и зайти в это рай а какая же цена за него прости своего брата смотри погублен у него нет он уже все погублен прости слова и тут братья все смотрите как у вас вам милости к нам смотрите как он хочет чтобы мы прощали друг другу не только выжитая жизнь но даже в судный день потому что аллах про любит прощать аллах он любит прощать и тогда скажу я роду катафа у тебя о мой господь я простил его о мой господь я простил его тогда ласпана скажу возьми своего брата зараза за руку и вдвоем заходите в мой рай это затою на ходить и то есть смотри субханаллах милость того то есть это побуждает нас с вами братья сестры быть стараться прощать как чтобы не было то есть видишь очень тяжелое когда родственники не общаются когда там братья не общаются из каких-то мелочей этой жизни из какой-то дуне с каких-то вопросов когда видишь друг на друга обливает грязь когда доходит до даже перестрелок бывает там какие-то такие моменты из-за каких-то копеек это жизни почему горы копеек до миллиарда пускай будет все равно не стоит того чтобы не попасть в рай аллах потому что в судный день маленький кусочек в раю лучше чем вся эта дуня и все богатство которые здесь если все-все-все-все вот это все что-то окружает милость аллах это всего лишь одна милость еще 99 милости уготовленного раю тому человеку который туда попадет поэтому я думаю что здесь я думаю здесь наверно нам нужно будет остановиться и на эту тему чела мы завтра продолжим еще как вы думаете как вы считаете чеха да я с вами можем остановиться хазрат если вы не против пришла завтра продолжим эту прекрасную тему так здесь был вопрос сейчас я его выведу на экран хотя бы себе смеля если вы не против могли бы ответить на один вопрос хазрат вопрос таков аллах даровал мне все что я просил и я дальше стесняюсь просить аллах видно что человек который спрашивает воспитанный человек мошелла сразу видно у меня тоже есть один такой близкий человек у вас есть я не просить аллах аллах мне все дал много богатства и так далее как бы я больше буду благодарить аллах смотрите есть разница я понимаю он думает этот человек что вот при у человека что-то попросишь один он тебе дал потом проще потом стесняешься все и человек тот у кого просит тоже может ему можно доесть но аллах он не таков разница между аллахом и рабами аллаха постала любит когда не просит и власть аллаха и аллах и аллах когда ничего не заканчивается и аллах щедрый и аллах наоборот любит когда не просит поэтому аллах побуждает нас про у дуни и садима просите меня взывайте ко мне я вам отвечу каждую ночью если кто-то просит кто меня просит я ему дам а так и дальше это отличает и тем самым когда человек просит у аллаха это тоже есть поклонение потому что ты вызываешь к аллаху обращаешься к аллаху и тем самым наоборот должен понимать что как бы я не нуждаюсь ни в ком ни в ком ни в чем кроме как всевышним аллаху анатоли поэтому как мы каждый раз и просим об этом в намазах веди нас прямым путем тебе мы поклоняемся и у тебя просим о помощи то есть если просишь просил аллаха если просят помощи просить по помощи аллаха поэтому наоборот нужно просить еще больше просить и даже наоборот саллах побуждал не просто просить а больше просить и выше степень если вы просите фиртаус не просто ради фиртаус это самая высшая степень поэтому не знаю брат задал вопрос или сестра не стесняйтесь видно что у вас охлак и что у вас нравственно качество есть но к аллаху наоборот аллах любит когда он просит аллах любит и отличается и тем самым алхамдуллах человека просишь ты надоедаешь но аллах попросишь и аллах тебя еще больше будет любить и любит аллах еще больше будет давать это наоборот нужно больше взывать и просить аллах больше пока актуальных вопросов по нашей теме нету на этом что мы будем заканчивать разрешение и ждем вас завтра ничего началась закла херва он и баррак веку всем дизайкум аллахарик тонн с нами ассаляму алейкум урахматуллахи в паракет